Угадайте, угадайте почему был прерван эфир Ну не важно короче, да привет Ира, вот не важно, давайте начнем сначала, как говорится для этого Сегодня международный день кино, вот, сегодня в этот день много-много лет назад братья Люмьер На изобретенной имя кинокамере тогда это называлось, даже так, фотокамере скорее всего, правильно Тогда еще понятия кино такого не было, вот На бульваре Капуцинок, не Капуцинов, вот неправильно говорят, да, там типа там бульвар Капуцинов, нет Бульвар Капуцинок, это были, там был такой монастырь и это были монашки-капуцинки Вот, так вот на этом бульваре, там в каком-то баре в полуподвале они впервые показали свою картину Снятую ими назывался «Рабочие выходят из завода», вот, и так далее И это вот было именно там 28 декабря и с тех пор, ну как бы скажем так Отмечается день мирового кинематографа, вот, международный день кино Вот, вот как бы вот так вот, скажем, вкратце, да, так вот, вот вас, так сказать, в экскурс Вот С наступающим всех, ну началось Ну давайте, вы тогда поздравляйте с наступающим всех, я помолчу Вообще с наступающим поздравлять как-то не очень, надо поздравлять с наступившим А то, понимаете, вот человека поздравляешь с наступающим, а у него раз, он и не наступил этот, как бы, да, год И чего? А вот когда вы его уже поздравили по факту, уже с наступившим Новым Годом, тогда да Спасибо, да Ну вы знаете, у нас есть, как бы, то есть, такой, знаете, международный день кино Это такое, как бы, я, честно говоря, не особо его там, там, за праздник считаю Я, там, скажем, там, там, день кино, там, вот, российского кино, да, это праздник, как бы А там всемирный день кино, это такое, знаете, вот Здрасте, здрасте, да, всем приветики, да Ну, я так понимаю, что, это, все в такой, в суете, наверное, предновогодней, да Вот В предновогодней суете, последнее, так скажем, да, приготовление, наверное Я снимался в рекламе, когда-то было очень давно, лет 20 назад снимался, да Как дела? Привет, Беларусь! Все хорошо, спасибо Да, я ездил у меня, у меня на это, нужно поменять на освещение, ну, на кухне, всякая там, подсветка и так далее Перегорели там у меня пару лампочек, вот, я ездил просто, ну, в торговый центр, строительный такой И там у меня ребята продают эти лампочки, освещение, вот, они мне, они знают, какое мне надо, вот Вот, я поехал, купил себе эти лампочки, вот, сразу 5 штук, чтоб два раза не бегать, знаете, как говорится Сейчас хочу поменять, а то перегорело Ну, оно так, в принципе-то, давно уже, в смысле, ну, установлено уже, то больше, сколько, лет 5 уже, как установили Когда-то же они должны были перегореть, ничто не вечно под луной, как говорится Здрасте, да, я небритый, прям, вообще, такой кайф, вот Ну, сейчас еще, сейчас еще, сейчас еще зубы до конца доведу до ума И, и будет прям вообще все хорошо Якутск, здорово, да, привет, привет из Италии, здрасте, Италия, бонжорно Да, с наступающим Новым Годом в эфире, да, спасибо, спасибо Это какой-то ужас просто Красавчик, спасибо, это вы меня с утра не видели Куда едете? Да, ну, вам надо, куда едете? Зачем спрашиваете? Еду себе и еду Здрасте, да Из каких свершений в этом году Слушайте, ну, первое, я жив, все мои родные и близкие живы И, слава богу, здоровы В этом какая-то заслуга моя есть Вот, чем еще? Ну, поработал в кино, поснимался, несмотря на то, что работы нету Практически, да, там, я еще так, ну, неплохо, скажем, выступил в этом сезоне Неплохо Некоторые там просто вообще, как говорится, камера-мотор не слышали команды Вот, я еще ничего так поснимался Че, а, ну, это, прививку испытал на своей шкуре Вот, че, 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 как бы Ну, орден за это, конечно, не дадут Вот, но, знаете, как говорится, медаль могли бы и дать Вот, чем еще? Ну, как-то это Не опустился, не пошел по наклонной, так сказать Тоже хорошо, знаете, вот Поэтому такое Годик так себе, честно говоря Вот Хотя, с другой стороны, господи, спасибо, что не хуже Как думаете, долго эта история с коронавирусом будет? Да я не знаю, че мне гадать-то Я себе живу и живу Делами занимаюсь Маску ношу, руки мою Так сказать, нос, горло брызгаю Дистанцию держу Мне все равно, сколько эта история с коронавирусом продлится Вот Как бы, ну, а че, че ждать? Ждать, когда она закончится? А смысл? А если не закончится? Так что теперь? Сын в школу пошел? Да, кстати Ну, это как бы в его жизни событие Хотя, наверное, и в моей тоже Потому что все прелести школьной жизни Начинаем Начинаем осознавать По той простой причине, что говорили, типа, там Ну, первое полугодие оценок не будет Домашнего задания, там, им задавать не будут И вообще, там, будут такие, там Четыре, там, урока И домой дети, как бы, и так далее Хрен Уже по шесть уроков Задания задают столько Оценки уже ставить начали Уже такой Уже, короче, понеслась, называется Вот Поэтому, да Начинаем осознавать Все прелести Ну, то есть, прямо вот Реально уроков много Для первого класса, слушайте Они, по-моему, с ума сошли Ну, многовато уроков для первого класса Елка в школе Ну, догадайтесь с трех раз Ну, хорошо там, что они хотя бы ходят в эту школу еще Ну, какая елка? О чем вы говорите? Ну, вот Че? А бы спросить Я не знаю, у вас будет елка в школе? Скажите мне У вас будет? Школьный карнавал? Елка? Будет? Я сомневаюсь Ну, так то же самое везде Вот Никаких программ увеселительных Так, ничего Где-то там в парке, там, у нас поставили елочку Там дети вокруг нее, там, периодически бегают Вот Там даже Дед Мороз какой-то там захаживал к нам Так что такое Сын хорошо Да нет, слушайте Ну, хорошо учится Слушайте, я до Вот честно скажу Я класса до шестого Ну, точно практически вот был отличником И хорошистом Это вы прямо вот к бабке не ходи А где-то класса после шестого Я понял, что можно по-другому И забил Ну, потому что, вы знаете Самое же страшное А как бы вот Что творят, например, в сегодняшней школе Я начинаю понимать Они Они детей перегружают настолько сильно уроками Что, в конце концов, у ребенка в какой-то момент Выключается желание учиться Ну, то есть он понимает, что количество затраченных сил На то, чтобы получить хороший результат Себя не оправдывает Ну, потому что, сколько бы ты Ну, как бы Сколько бы ты не старался Это тебе надо или умереть Или умереть, да Вот Или сидеть постоянно с какими-то репетиторами Да Ну, то есть, потому что Ну, предел у родителей же тоже есть какой-то, да Знаний Что в какой-то момент у детей Вот благодаря нашей Вот этой вот сегодняшней школьной программе Выключается желание учиться И мы с вами получаем, грубо говоря, поколение полудебилов, как бы, да Ну, которые там что-то знают Просто потому, что их заставили зазубрить этот единый госэкзамен Вот И в результате вот это все аукнется нам спустя годы Аукнется обязательно Это не пройдет Не пройдет просто так Я вот начинаю сейчас это уже понимать То есть, это первый класс у моего ребенка Я смотрю количество уроков И при том, что он парень у меня подготовленный И он как бы вот уже не то чтобы стонет Но уже такой после уроков немножко Такой, вижу, плывет Плывет А что же будет дальше? В какой-то момент парень просто забьет на все это И скажет, да пошли вы со своей школой, со своими уроками И так будет, я вам серьезно говорю И естественно, да, мы будем стараться до последнего Как-то его тянуть, поддерживать и так далее Помогать Но А у кого другие возможности? Слушайте, прекратите проситься подключиться в эфир Но я же не могу даже вопросы людей почитать Но вы в своем вообще уме Вот как бы Почему я должен вас включить в свой эфир? Но люди, которые это делают Вы хоть на секундочку задумаетесь Это примерно точно так же, как Незнакомый человек постучится к вам в дверь Вы ему откроете А он к вам в квартиру сразу войдет Ну это выглядит вот так примерно Вы че? Привет, Синельникова Да, поэтому я говорю, что Те, кто сегодня составляют школьную программу Это реально враги Причем враги государства И не понимать это Ну Я не понимаю, зачем Как бы давать детям Такое количество Ненужных по большому знаний Или, скажем так Те знания, которые он получит Позже Когда пойдет там, скажем По профессии Дальше и так далее Я насчитал Ну вот Реально Реально у ребенка Каждый день 5-6 уроков Причем 5 уроков Это не всегда Вообще 6 уроков всегда Наша школа была лучшей в СССР Ну может быть ваша школа И была лучшая в СССР Вот Но образование в СССР в целом Немножко по-другому подавалось Мне кажется Ну ты посмотри Как будто вот Стенку горохом В прямой эфир просит Принять и все Хоть ты убейся Вот Привет, Башкирия Самый главный вопрос Какой выход из этой системы? Да вот выхода-то Собственно говоря, я не вижу Потому что систему-то Не мы с вами разрабатываем Эту, понимаете Эту систему разрабатывают Там Министерство образования И я считаю, что Это, конечно, очень серьезно Это серьезно скажется на То есть Единицы В лучшем случае Единицы, понимаете Ну грубо говоря Я не думаю, что нас устроит Ситуация, при которой Из ста детей Один-два Только, собственно говоря Там, ну Будут справляться С этой школьной программой И в результате Там куда-то Чего-то поступят Остальные же Ну не справятся И количество баллов И ЕГЭ Получается Не даст им возможности Ну нормально поступить Куда-то Вот Не жмите Не жмите ни на какие кнопки Не надо жать Увидели Кнопка появилась Не жмите ее Не надо нажимать Что вы творите Не нажимайте Не проситесь ко мне в эфир Вы забиваете Своими просьбами Вопросы людей Я не могу их прочитать Читайте Пишите Отправляйте Но больше ничего не нажимайте Ингушетия Здрасте Вот Так что вот как бы Вот такие дела Поэтому Да Поэтому сейчас у нас каникулы Ребенок выдохнет Но у нас как бы Помимо прочего Там есть еще свои там Ну такие там Какие-то там Занятия там Типа английский Типа математика И так далее Но если так дальше пойдет То нам придется От чего-то отказываться И не очень бы хотелось Чтобы мы отказались От школы Потому что Ну перебор Перебор Какие-то есть уроки Которые там Ну у меня вызывают Как бы вопросы Вот Ну там Ну пока ладно Короче Надо понаблюдать Понаблюдать Очень хорошая Кстати Вот что мне действительно нравится Появилась программа Программа появилась Называется по-моему Учи.ру Ее скачиваешь И ну В интернете Очень интересные задания Очень интересные Какие-то Такие квесты Какие-то они проходят На знания Вот это мне очень понравилось Малый у меня прям балдеет Очень ему это нравится Вот это я считаю Удачное нововведение Как бы да В целом Оно образовательное Такое достаточно У меня ребенок Прям с удовольствием Вот А вот школа Да Что-то меня немножко Раз это С видом образования В Финляндии Слушайте Вы знаете В чем дело Мне не сразу На ум Приходят Какие-нибудь Супер-пупер Финские разработки Чего-то Очень важного То есть Я не могу Вот так Навскидку Назвать Хотя бы одного Финского Ученого Нобелевского Лауреата Я не могу Назвать Какого-нибудь Финского Врача Который Придумал Какое-нибудь Очень важное Лекарство Или какого-нибудь Не знаю Финского Космонавта Или еще Какого-нибудь Финского Программиста Да Который Как бы Вот Исходя из того Что все хвалят Финское образование Я как-то в жизни С достижениями Финского Образования Я с ним Не сталкиваюсь Вот удивительно Да То есть Как бы Все финны Финны Финское образование А на выходе То что На выходе Что Если финское Образование Одно из самых Лучших Вы мне его Сейчас приводите В пример Сколько у Финляндии Нобелевских Лауреатов Я знаю Двоих И они По-моему До Великой Отечественной войны Там получили Свои Нобелевские Премии После этого Я не знаю Ни одного Фина Который Как бы Ну вот Поразил бы Меня Своими Какими-то Математическими Геометрическими Физическими Химическими Научными Работами Которые бы Перевернули Мир Поэтому Давайте Про Финское Образование О котором Мы с вами Ни хрена На самом-то Деле Не знаем Нет Ну если вы Сама Как бы Ну там Финка Ну в смысле Не острая И дерзкая Вот А живете там Допустим Да И там Получили Образование Или вы Замужем За финном И ваши Дети Там получают Образование Тогда Я наверное Бы с удовольствием Послушал Даже ваш Прямой эфир О прелестях Финского Образования Вот А так Не имею Ни малейшего Представления И говорю Еще раз В жизни С достижениями Финского Образования Не сталкивался Так что Как-то Вот так Извините Что касается Советского Образования Советское Образование Безусловно Было Ну так Получше Но Вы знаете В чем дело Преимущество Советского Образования Было в том Что нас Не просто Пичкали Знаниями Да Ну то есть Грубо говоря Оказывали нам Услугу Вот Услугу Оказывали Да Образовательную С нас там Прежде всего Делали граждан И желание Учиться У нас В том числе Было Потому что Мы с вами Были Октябрятами Пионерами Комсомольцами Была идеология И комсомолец Не мог плохо Учиться Как и пионер А октябренок Для того Чтобы стать Пионером Тоже должен был Хорошо учиться И вот это Нас и стимулировало К знаниям И мы с удовольствием Ну как бы В большинстве Своем Стремились Да Потому что Была мотивация Сейчас Мотивации Особо Нету Понимаете И отсутствие Идеологической Составляющей В образовании Она Вот Дает В результате То Что мы Имеем Вот посмотрите Например На Китай Где Идеология Закладывается С детского Сада Посмотрите Какой Рывок Экономически Сделала Страна Потому что Там люди Понимают Когда тебя в стране Полтора миллиарда Ты бляха-муха Должен хорошо учиться Чтобы в этой жизни Чего-то добиться Понимаете Полтора миллиарда Там у них На одно место Поступать Поступать На одно место В более-менее Престижные Какие-то Университеты Не 10 человек На место Не 100 У них От 2 до 6 тысяч Человек На одно место Чтобы поступить Понимаете И если ты поступишь Если ты выучишься Государство Гарантированно Тебя берет На работу И дает тебе Социальный лифт У нас этого Нету Мы хотели Чтоб у нас были Джинсы Было много Колбасы И вообще Мы хотели Жить как на западе Получите Нету денег Иди Подметай Улицу Есть деньги Ты получишь Хорошие Образование Есть очень Много денег Получишь Очень хорошее Образование И если у тебя Очень много денег То ты естественно Возглавишь Бизнес Или пойдешь По папиным стопам Который эти деньги Зарабатывает Вот в чем дело Понимаете Так что Ребятки Джинсы есть Колбаса есть Все Заткнитесь И не жалуйтесь На жизнь Да Вот правильно Кто-то сказал За плохие оценки Галстук снимали И галстук снимали И с комсомола гнали Все было За плохие оценки Я говорю Что в образовании Должна быть Идеологическая Составляющая Без этого Без этого Образование У нас Будет так себе После прививки Да отлично Я уже забыл Про эту прививку Я себя отлично чувствую Слушайте Хватит мне уже Про эту прививку Спрашивать Вот Делать или не делать Ваше Ваше личное решение Слушайте Прекратите меня пытать Уже скоро Пандемия закончится Вы еще не можете Решиться Делать вам Прививку Или нет Как у меня дела У меня дела Хорошо Хорошо у меня дела Да Вот Есть второй вариант Не делать Носите маску Мойте руки Брызгайте себе нос Рот Кушайте витамины Держите социальную дистанцию Шарахайтесь от всех Кто чихает И так далее Вот И тому подобное Почему вы не побрились Слушайте А почему вы не побрились Родители могли наказать Так нет Родители сейчас наказывают За плохие оценки Вот Поэтому как бы Да то есть Но другое дело Что нету внутреннего стимула Понимаете Вот как мне сыну объяснить Чтобы хорошо учиться Когда вот я например Был октябренком Я хотел стать пионером И если бы я хорошо учился Я бы пионером Ну там В школе там Выбирали из каждого класса Там самых лучших 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 И они И они Там Раньше всех там Были Там принимались В пионеры Раньше всех Вот И было очень почетно То есть ты там Единственный там В классе Уже сидел там С галстуком пионерским Допустим Да Но это за хорошую учебу Вот как мне сыну Объяснить Что ему нужно хорошо учиться Говорить ему о том Что нужно хорошо учиться Чтобы в жизни получить хорошую работу Чтобы у него было Там Ну там Много денег Чтобы он хорошую машину себе Ему сейчас 8 лет Я ему Ему даже будет 12 15 лет Я ему не смогу Объяснить это Он это не поймет Понимаете в чем дело Вот мне например Там грубо говоря Там В 12 Там Там 13 лет Там говорили Будешь хорошо учиться Раньше Примем в комсомол Я очень хотел быть комсомольцем Понимаете Вот в чем дело Стимула нет Вот и все И естественно Сама подача образования Учитель Не стар Понимаете в чем дело Учителя раньше как Судили Был же Понимаете в чем дело Вот у меня мама Учительница всю жизнь О том какой она Была учитель Судили по оценкам И по результатам По ее предмету Экзамена То есть не просто Как бы да А был экзамен Мама там не могла Там никому Там оценки повысить Там или подсказать Ну то есть как бы Чтобы себе Заработать баллы Она вот учила Как учила В результате в конце года Там был устный экзамен Или письменный И его вели Другие учителя По большому счету И дети показывали На что они способны А потом смотрели Как чей-то класс Кто там У них английский преподавал А Батурина Светлана Ивановна А у нее полкласса Там написали Там на тройке На двойке И так далее Так получается Что какой-то Значит с учителем Не та история Учитель значит Неправильно учит Правильно Вот И поэтому Мама старалась Чтобы ее дети Знали предмет Потому что По их результатам Судили о том Какой она учитель Сейчас этого нету Сейчас учитель Ни за что не отвечает Он дает Как говорится Программу Усваиваете вы Или не усваиваете Это проблема Учеников Родителей И репетиторов Вот и все Поэтому Как бы Ну а с другой стороны Отсюда и зарплаты Хотя Сказать что Моя мама Много получала Как учительница Ну наверное Тоже не могу Не могу Она была И классным руководителем И часы у нее были И она получала Что-то Чтоб не соврать Ну рублей Сто Сто десять Максимум Это при том Что мы Жили в Эстонии Немножко другой Там был Тарифная сетка Другая была И мама Преподавала В школе Гарнизон Гарнизон был И она в этой школе В гарнизоне Преподавала То есть Где-то рублей Сто Сто десять Она получала Там какие-то были премии Там да Была тринадцатая зарплата Как бы так далее Были Вот Но Сказать что-то много Не могу Не могу Если бы Папа Как военный Не получал Прилично Там он получал Двести пятьдесят Триста рублей Вот То наверное Как бы Жизнь была Так бы себе Наверное Так что Вот такие Вот как бы Делишки И да Поэтому Что я могу вам сказать Как одно из Пожеланий Давайте Давайте Попросим В новом году Для своих детей Терпения Потому что Действительно Им нужно терпение Они У них еще Неустойчивая психика У них еще Вот этот вот Возраст Переходящий Начинается И так далее И так далее Он же не один Он же не один Этот возраст Их же несколько Этих возрастов Вот Им терпение Нам терпение Вот Мудрости нам Вот Помнить о том Какими мы были Очень важно Вот как бы Я к своему отношусь Иногда Снисходительно По той простой причине Потому что Я помню очень хорошо Какой был я Как мне было И так далее И я стараюсь Не всегда получается Я стараюсь подбирать Нужные слова И нужные Какие-то мотивации Для того Чтобы он Не сломался Я знаю Что все они ломаются Вот с учебой Все они ломаются Я тоже сломался Я в классе шестом Седьмом Уже окончательно сломался И я уже Ну то есть Как бы Знал хорошо Историю Литературу Географию Биологию Там и так далее Точные науки Я уже на них Точно как бы Уже забил вообще Я просто тупо Их списывал И кое-как Там на тройку Иногда на четверку Отвечал Вот Поэтому вот Им не сломаться Нам им помочь Не сломаться Вот И дай бог Чтобы может быть Кто-то Дай бог Чтобы Шойгу Назначили Министром образования И министром Здравоохранения Одновременно Да Я предлагаю Следующий Когда Путин Будет выступать С народом Обращаться Вот Просто сговориться Со всей страной И попросить Шойгу Сделать его Министром образования И министром Здравоохранения Кто за Поднимите руку Так что вот так вот Все Давайте Я вас обнял Вам хорошего настроения Начало недели Она короткая Предновогодняя Считайте что В принципе сейчас До нового года Каждый день Это как пятница Вот Так что давайте До скорой встречи Всех обнял И скоро увидимся Пока-пока Пока-пока